здравствуйте уважаемые друзья хочу предложить вашему вниманию довольно таки привлекательную приманку которая полностью изготовлена из искусственных материалов эта приманка изготовлена для нахлыста очень актуально сейчас период начала осени когда вода уже более чистая и щука активно атакует более крупную приманку чем ту которую мы изготавливали раньше поэтому я сейчас буду изготавливать приманку конкретно под спиннинг так чтобы она весила порядка 3 5 граммов ну и попробуем сделать ее хотя бы в два раза больше приступим я использую крючки вот если видно фирмы страйк это самый огромный какой у меня удалось разжиться 1 0 даже 20 я огрузил крючок свинцом до определенного веса и теперь мне необходимо совсем немножечко вот бактейла желтого зеленого оранжевого и красного для того чтобы создать здесь хвостик который позволит нашей мушке более стабильно держаться в толще воды в нахлысте проводка мы можем рейтари сами регулировать зависимость этого здесь обусловлено оборотом катушки поэтому исходя из этого я буду объяснять что зачем и почему а вы уже потом будете сами решать стоит вам делать или нет для начала я беру по небольшой щепоточки всех цветов большого значения не имеет какой там 1 желтый красный синий или же зеленый и креплю это все в одной точке вернее прихватывает в одной точке сильно все это не затягиваем пока просто прихватываем ножка будет вязаться с использованием клея так как щучьи и зубы довольно таки крепкие и желательно все изначально качественно изготавливать потому что хищник который не прощает каких-либо оплошностей и теперь я использую клей это не реклама вот такой он прозрачный и хорошо пропитывает и держит материал промазываем хорошо клеем и проматываем так чтобы дошло еще до цевьё сейчас мы будем крепить сразу материал промазали клеем прежде чем прихватывать сам мех который мы сделали мы с вами уложим по хорошей щепоточки еще люрекса слева и справа и теперь мы можем уже спокойно брать подхватывать весь материал и хорошо крепить цевью клей прошел через наши волокна меха очень клей проверенный хороший воды не боится и в то же время не теряет своей эластичности что очень очень важно и теперь отрезали остатки посмотрели если надо можем добавить еще немножечко люрекса лишнее для щуки не помеха и в завершение я добавлю пару прядей голографического очень хорошо играющего в воде но чем более будет рефлекторно то есть отражать у нас разные блики давать в воде тем больше у нас шансов привлечь нашу хищницу и выманить ее из камышей тем более приманку мы будем делать крупную массивную массивную которая должна понравиться эта приманка уже проверена поэтому я сразу вам говорю можете вязать ее в разных тонах в разных величинах ловит практически всегда и везде на бывшей бывших границах советского союза проверено уже на протяжении трех лет вот мы оставляем вот в таком положении наш хвостик и теперь я подготовил кусочки искусственного меха белого желтого это мех кто как его называют кто артфюр но дело в том что в интернет магазине он так и обозначен качество его бывает разное на на рынке у себя в городе я нашел вот такой мех он может быть и черный разных оттенков поэтому мы сейчас будем изготавливать мушку в нескольких цветовых вариантах первых мы будем наматывать у нас сперва добавим еще немножко красного этого же искусственного меха совсем совсем щепоточку для того чтобы придать как контурный объем рамочку для того чтобы через наш мех просвечивался наш красный крепим вот так по краям стараемся охватить со всех сторон прихватили вот и так пока оставляем теперь я беру полосочку меха отрезать надо определенной ширины вы потом убедитесь в том почему именно определенной ширины потому что если вы отрежете узкую мех может порваться и прямо вот так может даже несколько и грубо но по другому никак не получается волокна желательно отрезать чтобы они у нас были направлены в одну сторону так как мы работали с кроличьим мехом и с другими меховыми изделиями теперь я беру добавлю еще немножечко клея там где я закрепил свой мех совсем-совсем чуть-чуть промажу дальше по цевью и начинаем наматывать натягивая мех в одном из своих обучающих фильмов фильмах господин Тяпкин изготавливал такую мушку там более подробно рассказано показано как ее правильно для вас изготовить но я изготавливаю совсем другую приманку поэтому я опираюсь только лишь на свой опыт наматывать можно если у вас нет какого-либо другого оттенка одним допустим белым я намат было так что делал мушку изготавливал только лишь из одного цвета допустим какого-либо оранжевого я дохожу до середины тела и здесь прихватываю мех и креплю его мы будем сейчас изготавливать дальше тело из другого меха только прихватили остатки отрезали за один раз не пытайтесь отрезать довольно-таки подложка крепкая промотали так чтобы у нас здесь не было ямы бугорочков и я беру полосочку вот такого слегка желто-лимонного цвета опять добавим немного клея но прежде чем мы дальше будем продолжать нашу мушку есть возможность добавим блестящих элементов то есть люрекс какой у нас есть приманка сама по себе хоть и выполнена из искусственного меха но достаточно долговечная поэтому если кому-то покажется что она на одну-две поклевки глубоко заблуждается эта приманка выдерживает не один год хорошей рыбалки уже проверено и добавляем еще немножечко со всех сторон остатки переломили и закрепили теперь я также закрепляю желтый мех и закрепляю ниточку увожу колечку отводим мех в сторону и начинаем намотку и закрепляем 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 оставляем немножко место возле колечка для того чтобы мы могли с вами добавить еще элементы не доходим примерно около сантиметра и прихватываем мех мех убрали остатки закрепляем мех немножко слегка бесформенная но довольно таки потом красивая презентабельная приманочка вот она осталась у нас в таком виде пока мы ее не трогаем я беру теперь совсем щепоточку красного искусственного меха можно использовать и не искусственный мех можно взять мех песца лисы что у вас будет крашеная поэтому здесь большого большого вопроса нет что вы будете использовать закрепим здесь делаем как бы жаберки наши закрепили и и для более качественного и лучшего вида я мех переламываю пополам и здесь же креплю повторно по этому же месту вам не видно плохо так остатки отрезаю красного остатки красного вот у меня вышло вот такое горлышко за счет переломления меха подвязываю так а потом переламываю у меня выходит хорошая красивая оборудочка теперь для того чтобы мы могли завершить нашу красивую мушку нам необходимо взять кусочек совсем немножечко прядь черного искусственного меха вот совсем 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 немножечко если у вас нет можно подкрасить все фломастером абсолютно спиртовым фломастером быстрее вы убьете или потеряете приманку чем у вас этот фломастер вымоется здесь обязательно тоже есть подшерсток я его убираю чтобы мне не мешал и креплю добавлю здесь уже немножко другого клея добавим немножко клея другого и закрепим теперь черный чем если нет допустим у вас искусственного меха черного но есть павлин возьмите бородками павлина также можно их установить сверху или же черным люрексом это не проблематично подхватили подхватили подравняли если мех достаточно допустим у вас длинный доходит подтянули его еще раз подхватили и окончательно теперь в этом месте формируем головку мы с вами закончили вязать мушку а теперь остается только лишь нам беру я обыкновенную расческу и начинаю с конца ее вычесывать придавая форму подравнивая все все волоски какие только мы сможем расческой достать вот так и как вы видите она у нас уже приобрела какой-то вид наша мушка довольно таки большая вышла по габаритам ну сантиметров 14 15 точно теперь нам остается с вами приклеить глазки глазки я изготавливаю сам как я уже вам показывал в одном из своих фильмов здесь конечно глазки нам нужны крупненькие особенность крепления глазок заключается в том что желательно чтобы клей у нас проник аж до самого основания чем плотнее будут держаться глазки тем дольше они будут нам служить наношу клей с одной и с другой стороны и я подобрал пару глаз по величине приклеим их белого цвета так как красного раздражающего у нас вот такие больше чем достаточно и теперь аккуратно если вы не уверены что схватитесь за клей подожмите подожмите пинцетом краем ногтей но желательно сжать как можно вот так сильнее вот уже клей у нас подхватился и глазки глазки уже сидят достаточно долго ой крепко теперь ребят я буду очень долго вот так еще наверное держать пока вскрою мушку лаком окончательный вариант вы видели мы вот с вами куда я ее уже запрятал а вот окончательный вернее начальный вариант у нас был вот такой а изготовили мы вот такую красавицу то есть понятно что щука наша но никак не пропустит такую красивую приманочку изготавливайте пробуйте разные варианты до скорых встреч до встречи